Эльбрус Люди просто в восторге от того, что они получают такое удовольствие, катаясь в зимнее время на лыжах. Эльбрус, 1975 год. Одна из самых любимых фотографий в архиве Сергея Белугина. Но чаще все же запечатлевает окрестность из Венигорода. Вот уже 18 лет он ищет и находит новые маршруты. Вместе с единомышленниками катается не только на беговых, но и на горных лыжах. В 2006 году собрались именно в этом зале. Тогда еще другая администрация была, другие руководители здесь библиотеки. И поговорили о туризме. Я служил в армии, и поэтому, когда приехал на ПМЖ после армии сюда жить, в дом своей жены, стал искать туристов, своих любителей такого активного отдыха. С тех пор ежегодные походы – часть жизни Сергея Леонидовича. А запечатлеть самые яркие моменты – только в радость. На первой фотовыставке было представлено порядка 40 снимков. Сейчас их гораздо больше. О склоне на Можинке на окраине из Венигорода всегда вспоминают с особой теплотой. В наше время, вот до ЦКАДа, там четыре подъемника работало, и там очереди были на каждый подъемник. И вот это вот люди, дети, которые проводят не за гаджишами, какими-то там время свое, а катаются в лесу. Свою команду начал создавать в 2010 году. Ее участники уже не первый год представляют округ на Лыжне России. Памятный сувенир оттуда – спортивная лыжная шапочка. Каждому номерок выдавался. Все это остается на память. И теперь составляет коллекция клуба любителей путешествий и моего. Сам Сергей мечтает о сноупарке в Звенигороде с освещенной лыжной трассой и современными подъемниками. Надеется, что в скором времени его услышат. А пока у всех желающих есть возможность увидеть красивые виды и эмоции спортсменов, запечатленные на снимках. В детской Звенигородской библиотеке выставка продлится месяц. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».